Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим с комиссией, которая занимается вопросами здравоохранения, волонтерской работы, благотворительности. Словом, целый комплект очень важных и интересных тем, которым, я знаю, небезразличны жители нашего района. Так что, по любым вопросам, звоните, мы работаем в прямом эфире. Телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Светлана Юрьевна Исаева, председатель комиссии по здравоохранению. Здравствуйте. Здравствуйте. Кроме того, Светлана Юрьевна у нас с недавних пор член общественной палаты Московской области. Кроме того, у нас сегодня Мария Евгеньевна Заугольнова, член также общественной палаты нашего района. Добрый вечер. Ну что же, я знаю, что ваша комиссия действительно завязана на целом наборе интересных довольно проектов, разной степени вовлеченности других общественных организаций и так далее. Ну, Светлана Юрьевна, я думаю, все-таки вот первый вопрос к вам. Вы работаете в общественной палате и всего Московского региона, и нашего района Одинцовского, Подмосковной, Московской области, правильно? Вы скажите, насколько вам приходится увязывать все-таки работу местной общественной палаты и той, что занимается вопросами всего Подмосковья? Сейчас я попробую рассказать. Ну, во-первых, год, тот, который был предыдущий год, я являлась экспертом общественной палаты Московской области и была зампредседателем нашей комиссии по здравоохранению, социальной политике и благотворительности Одинцовского района. Безусловно, я считаю, что вот эта преемственность, которая у нас была, а наша комиссия принимала огромное участие в заседаниях общественной палаты Московской области, причем самое важное здесь что? Что там приглашались министерства различные, профильные, и министерства соцразвития, и министерства здравоохранения. То есть, я так понимаю, можно заявить свои проблемы, предложения на действительно высоком уровне? Да, и речь идет о чем? Чтобы все зрители понимали, иногда есть обращения, которые невозможно решить на уровне района, не потому что это кто-то не хочет, потому что мы очень хорошо работаем и со здравоохранением Одинцовского района, и социальной службой соцзащиты, и социального фонда социального страхования. Вопрос только в том, что компетенция просто не... Она бывает иногда областная, но даже иногда и федеральная. И у нас появлялась возможность донести системные вопросы, не просто какие-то разовые, а системные, касающиеся здравоохранения, касающиеся социальных каких-то моментов, не только деток, да, вот мы инвалидами, детьми, а именно и пожилых людей, пенсионеров, различные моменты донести. И, вы знаете, я хочу сказать, что вот нашей комиссии зампредседателя Мишонова Ксении Владимировны, которая очень много таких открытых, она человек очень принципиальный, неравнодушный, подает. Я хочу сказать о том, что мы всегда там принимали участие, и они были услышаны. Я могу конкретно сказать, что. Попробуем, да. Я так понимаю, речь идет о каких-то совместных акциях, в первую очередь. Это даже решение каких-то вопросов, безусловно, это акции, это были форумы, но прежде всего это на заседании конкретные системные вопросы. Также нам удалось решить вопрос, это было еще даже в прошлом году, по вопросу по предоставлению технических средств реабилитации для детей и инвалидов. Там очень хорошо отреагировало Министерство соцразвития Фаевская Ирина Клавдивна, которая, кстати, очень открытый министр. И вот, вы знаете, когда я первый раз стала присутствовать на заседании Общественной палаты Московской области, то, конечно, меня прежде всего поразило то, что настолько есть министры, которые прям конкретно открыты были, поэтому решали такие вопросы. Было очень много вопросов, связанных с различными проектами. Мы прекрасно знаем о том, что есть моменты, и я сейчас их озвучу, вопросы такие, как запрет аборта. Вот сейчас идет тема. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что она настолько сейчас вышла в эфир общественности, и Русской Православной Церкви, и людей, которые представляют Государственную Думу. Это тоже очень обсуждается. Я считаю, что сейчас мы не будем об этом говорить, потому что это перспектива. Мы не можем говорить о том, что еще не принято. Также вопрос о создании бэби-боксов. Те, которые уже будут, они присутствовать не будут. Это вопрос профилактики наркомании. Помните тогда на вашей программе мы обсуждали, да, 11 опасностей наркомании, которые можно проводить в Одинцовском районе. Я так понимаю, на подобных мероприятиях вы доносите до общественников всего Подмосковья, а также до министров, если есть возможность, именно опыт, который имеется в Одинцовском районе, правильно? Безусловно, опыт, потому что мне бы хотелось сказать о том, что наша общественная палата Одинцовского района, во главе нашим председателем Захаром Ивановым, конечно, я считаю, что это очень уникальные люди работают, это люди неравнодушные, все комиссии. И есть такие проекты, которые просто очень удивительны. И я считаю, что, может быть, наступает момент, и обязательно я буду стараться, чтобы все эти проекты услышали и увидели там, в общественной палате Московской области, чтобы некоторые из них, я считаю, они достойны быть пилотными, просто показательными, и мне бы хотелось, чтобы о них знали. Я буду стараться. Мария Евгеньевна, вот у меня к вам вопрос. Понятно, что Светлана Юрьевна, она может несколько изнутри видеть ситуацию, она действительно работает в обеих общественных палатах. Меня интересует ваше мнение, как именно члены нашей районы, исключительно общественные палаты. Насколько для вас действительно важно, что вы взаимодействуете с общественниками всей Московской области? Буквально недавно мы были на заседании, и в наш район мы приведем человека, который перечитает лекцию. Одну из четырех лекций, которая будет по Московской области, о профилактике наркомании. Будет читаться для родителей, для учителей школ, для общественных организаций. А эта идея возникла, соответственно, на каком-то совместном заседании, так понимаю? Да, на заседании комиссии по здравоохранению в Московской области. То есть было это предложение озвучено, и наш район, естественно, пошел в первых, ну, первый из четырех. Это проект «Верга и Бук», который была в гостях, тогда принимали. И, конечно, тоже поддерживает ее общественная палата по здравоохранению, и поддерживает, безусловно, зампредседателя Мишонна Ксения Владимировна. Это очень интересная история, которая тоже бы хотела, чтобы она была пилотом здесь. Ну, у нас, естественно, в Московской, в Одинцовском районе, у нас проводится профилактика наркомании и с детьми, и с родителями. То есть это еще в плюс к тому, что проводится новый проект, интересный проект? Пока речь будет будет о педагогах, об учителях, о психологах. Я могу сказать о том, что вот последней договоренности на уровне таком высоком по поводу детей этого проекта от Министерства образования пока нет такого решения. Но мы как бы его ждем, это последнее заседание, мы как бы это обсуждали. Скажите, если сравнить взаимодействие именно районной нашей Одинцовской общественной палатой с Московской областью и взаимодействие Московской области с другими общественными палатами других районов и так далее, есть ли какая-то сравнительная, ну, статистика, не статистика, да, но вот ваши внутренние ощущения, плотно ли вы с ними работаете на фоне других наших районов? Или, в принципе, динамика примерно одинаковая? Вы знаете, я хочу сказать о том, что, безусловно, всегда работа палат районных будет пересекаться с региональной палатой, да, потому что непосредственно все, как бы, моменты там отходят. Я немножко хотела сказать о другом. Я хотела сказать о том, что, еще раз повторюсь, у нас очень много достойного делается идея, и делали, и делается, и мне бы хотелось, чтобы об этом узнавали более, да, глобально, об этих проектах, об этих новшествах, всех комиссий, об этих великолепных мероприятиях. Я считаю, что уникальные мероприятия были сделаны, такие достаточно, о которых, в общем-то, мало кто знает, и вот я считаю, что это большой минус взаимодействия. Также мне хотелось сказать, значит, по поводу темы мониторингов детских домов. Тоже, да, мы участвовали в этом, участвовали комиссии по здравоохранению, там участвовало управление социальным развитием. Вот, эта тема достаточно интересная. У нас, слава богу, нет детских домов в Денцовском районе, но мы мониторили детские дома по Московской области. Смысл бы в чём? Ну, конечно, речь идёт о том, что хотелось бы приравнять детские дома к семейному, да, вот к семейному, чтобы как в семье было. Не везде это как бы получается. Вы имеете до условия содержания? Условия содержания, безусловно, потому что, конечно, идеально, если бы это была мама, у которой было бы несколько детей, у них была комната, там, или квартира, где была кухня, где бы они видели, как заваривается чай, да, где бы они видели, как стирается бельё, потому что некоторые детки, у нас же есть опыт в регионах, что дети выходят и даже не знают, что чай, когда наливал, да, им 15 лет, а он не тёмного цвета, почему? Потому что он не видел, как его заваривали никогда. Вот такие вот вещи. Вот, многие стараются, и в Московской области, слава богу, это как бы есть где-то лучше, где-то хуже, но это была достаточно интересная работа, и потом, после этого мониторинга, будет, составился уже такой объёмный для Российской Федерации, да, как бы для опеки и социальной защиты, и уже будет решаться, может быть, помощь материально оказанная, да, вот в плане улучшения этого всего. Светлана Анатольевна, у меня к вам вопрос вот какой. Мы вышли на достаточно, грубо, высокий уровень, мы уже говорим о федеральных сейчас делах и так далее. Наверняка вы знаете, что у нас довольно любопытная часть ситуации складывается с некоммерческими организациями, и я бы вот вас попросил, если вы знакомы с этой темой, я думаю, по работе вашей комиссии вы должны быть в курсе, а что за изменения законодательные у нас ожидаются, и какую роль общественники будут играть в этих изменениях? Ой, это такой вопрос, я, знаете, это, наверное, вопрос последние, наверное, два, может, даже два с половиной года моей жизни, такое, которое связано там. Ну, значит, я попал, давайте тогда приступим. Да, я очень этим занималась много, и мне бы хотелось сказать, да, это такие, знаете, революционные, я считаю, перемены в некоммерческом секторе, вообще в Российской Федерации, потому что речь идет о законе, который будет о предоставлении бюджетных средств для социально ориентированных некоммерческих организаций, для предоставления социальных услуг, общественно полезных услуг. И с 1 января этот закон должен вступить в себя. А можно ли привести пример каких-то, я понимаю, что каждое НКО, в общем-то, может заниматься довольно уникальным сделанием, но если есть возможность как-то объединить их по группам, да, то какого рода услуги предоставляются некоммерческими организациями? Вы знаете, эти услуги, конечно, будут достаточно разные. Это будут услуги по здравоохранению, это будут услуги социальные, да, предоставления, допустим, помощи там пенсионерам, это будут помощи там детям и так далее. Это будет разное. Но вопрос немножечко, вот я, если позволите, я продолжу. Суть в том, что сам, конечно, закон, он суперский, конечно. Потому что тут выиграют все. Как бы мы подходим к тому, что сделано уже в других странах, да, когда взаимодействие власти, да, государства и некоммерческого, некоммерческого организации, некоммерческого сектора к чему подводит? Поводит к тому, что, во-первых, услуги оказываются социальные более быстро, чем, потому что мы технически можем это сделать быстро. У нас нет препонов никаких. Управление социальной соцзащиты, конечно, делает это, и мы с ними сотрудничаем, но там немножечко государственные, технические такой долги. Мы понимаем, как это сделать и быстро. Услуги сформированы, 20 их есть уже в номиновании, но регионам будет предоставлено право их дополнить. Это тоже очень важный момент. В зависимости, я так понимаю, от тенденций, непосредственной территории. От тенденций, от пожеланий и так далее. Дальше. Здесь большой вопрос, значит, будут услуги. Здесь будет решаться момент снятия какой-то социальной напряженности. Потому что мы же понимаем прекрасно, если вспомним президент Владимир Владимирович Путин, вот прям дословно, что помощь оказывается сейчас в такое тяжелое время, надо адресно, точечно. В том смысле, что не размазывая ее. И именно НКО, которые где-то будут работать, они же будут видеть и знать. Это клиенты, в общем-то, общественных организаций, организации, которые работают с детьми-инвалидами, которые чему-то их обучают и так далее и тому подобное. Что нужно? Что сейчас так тревожит некоммерческий сектор и вообще людей, которые занимаются этим? Мы тревожим то, как это будет происходить. Потому что реестры. Но Московская область, конечно, пилотом идет. И сейчас, безусловно, могу сказать, что Главное управление социальной коммуникации составлен уже реестр. И вошли организации туда. Но как будет распределяться вот эти трип от трех процентов до десяти в последующие годы, наверное, это будет не сразу. Кому и как? На каких условиях это будет? Это может быть, сколько-то лет должна организация работать. Эта организация уже должна была оказывать услуги, чтобы показать, ребят, мы вот это умеем. Только дайте нам возможность это сделать. Мы сделаем. И за это отчитаемся. Я так понимаю, это своего рода механизм-предохранитель от фирмы Одноднева, которые разработали красивый дизайн-презентацию будущего проекта, но при этом не совсем собирались его реализовывать. Вы знаете, вы абсолютно правильно сказали, Света Слава, что под эту историю сейчас открываются, сейчас стало это уже настолько, знаете, понятно, открываются эти НКО. Понимаете? Просто. И поэтому с одной стороны, наверное, неправильно, когда коллеги говорили, а давайте кто пять лет работал и уже оказывал эти услуги, и видна их работа, и они могут показать это по документам, по работе своей. Так давайте вот с ними начнем. Но с другой стороны, наверное, будет это не очень правильно. А почему? Может быть, прекрасная организация, только год или полтора работает, но которая способна это делать. Здесь тоже как бы вопрос. А кто является вот этим оценочным органом, который говорит, что данное НКО, например, достойно, а вот это, ребятки, подождите. Вы знаете, он будет сформирован в регионе. Кто этим будет заниматься? Есть какая-то, может быть, уже информация о том, из кого будет состоять этот орган? Вы знаете, пока такой информации нет. В проекте, в разработке. Это все как бы в проекте. Но мне хотелось бы сказать еще такой момент. Некоммерческие организации, конечно, испытывают сложную историю сейчас, потому что у них хватает помещений, ну, потому что как бы нет, значит, и муниципальных, и у них какие-то там еще другие проблемы. Но мне бы хотелось сказать о том, что вот когда, кстати, Маш, когда мы были на комиссии по здравоохранению общественной палаты Московской области, был вопрос по субсидиям для некоммерческих организаций. Мы его тогда... И вы знаете, мне бы хотелось тоже сказать и поблагодарить администрацию Одинцовского района, который в этом году был год, выделили субсидии для общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могли их реализовать. Это очень хорошее начало, очень хорошая история. Сырлана Юрьевна, знаю, что недавно вы довольно крупную акцию проводили совместно со школой номер 9 нашей Одинцовской благотворительного характера. Получится как-то, может быть, рассказать, что там и как проходило. Ну, вот я хочу сказать о том, что наша комиссия, может быть, сейчас вот даже я слово сейчас передам Маше, потому что сначала она расскажет, у нас комиссия и по здравоохранению, и по благотворительности. Ну, конечно, за это время, за два с лишним года очень много проводили мероприятий именно благотворительных, да? То есть были какие-то концерты, мероприятия, где мы собирали пожилых людей, инвалидов, детей. То есть самые незащищенные слои общества приглашались, и они участвовали в празднике. То есть не просто что-то принести им, подарить. И такое тоже было. И на 9 мая и мы объезжали, и дарили на какие-то праздники, но мы еще и хотели устроить праздник им. То есть и День пожилого человека устраивала наша Денцовская палата. Общественная палата, да. То есть это все делается для людей, для того, чтобы действительно праздник и какую-то радость принести и для них. А если вот конкретно вспомнить, да, эту 9-ю школу, расскажите в двух словах, что за праздник проходил, для кого, и в конечном счете, я так понимаю, раз она благотворительная, значит, какие-то средства были собраны на благотворительные цели, правильно? Давайте я начну, да, потому что тут все-таки средства, тут и как бы деньги. Да, это, значит, 18-го числа, да, вот как раз был благотворительный базар в 9-й школе, и мне хотелось бы искренне поблагодарить людей, которые поучаствовали, которые, значит, приняли участие, и поблагодарить директора Еркееву Галину Веленовну, она тоже как бы член палаты Одинцовского района у нас за то, что это все организовано было. И суть в том, что на этом мероприятии, на этом базаре были собраны средства для конкретного ребенка нашего Одинцовского района, которому была нужна помощь. Арсений, мальчик. Родит в Одинцовском районе, тяжелейшее генетическое заболевание, и нужна была генетическая экспертиза, все генетические экспертизы в Российской Федерации, они платные. И поэтому сумма генетической экспертизы была 70 тысяч рублей, собрано было 41 283 рубля. Естественно, мы добавили. Подспорье, конечно, огромное, получается, на семье. И, вы знаете, так благодарна мама. И у нас много было детей. Я не буду сейчас озвучивать, конечно, не фамилии. Я просто... Эти детей там, их можно там про них узнать и так далее. Вот. Но единственное, что мне хотелось бы сказать о том, что огромное спасибо и мама низкий поклон передает вот за эту историю. Мне бы хотелось... Вот мы про НКО говорили, про форум, если потом дадите. Конечно, давайте. Это связано как раз-таки с некоммерческими следующими организациями. Да. Хорошо. Да. Значит, в прошлом году по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Форобьева, нашего губернатора Московской области, был организован первый форум. И то, что такое, я считаю, революционное событие некоммерческих организаций, форум НКО. Мне посчастливилось участвовать в нем. И как бы была там тема, которую мы озвучивали. И мне бы хотелось сказать, что в этом году, также в ноябре месяце, 26 ноября, будет опять форум. Да, и хотелось бы пригласить коллег. Обязательно мы все, надеюсь, будем участвовать в нашей общественной палате Одинцовского района. Там будут очень интересные вопросы, как раз связанные с тем, что я говорила. Будет площадка по вот этому вопросу. И я считаю, что это как раз на этом форуме мы могли бы все это как бы обсудить. Было бы интересно. Ну что же, по поводу, если возвращаться к благотворительному базару, который проходил в Одинцовской школе номер 9, мои коллеги информационной службы новостей как раз-таки присутствовали на этом мероприятии. Так что я предлагаю сейчас вам, а также нашим телезрителям посмотреть, как же все это выглядело на самом деле. Благотворительные ярмарки в Одинцовской средней школе номер 9 проходят регулярно. Очередная проводилась в рамках акции с говорящим названием «Для нас мелочь, для них надежда». Ребята при поддержке педагогов организовали сбор средств для малыша, здоровье которого находится в опасности. Вопрос о том, нужно ли помогать, не стоял. Обсуждалось ли что, как помочь. Благотворительность – это бескорыстная помощь всем тем, кто в ней нуждается. Государство оказывает помощь пенсионерам, инвалидам. В этом ему помогают благотворительные организации. Наша школа сотрудничает с одной такой благотворительной организацией – Лизонька. Ярмарка организована для сбора средств нуждающемуся ребенку, которому нет еще и двух лет. Он страдает серьезным генетическим заболеванием. И наша школа сегодня старается собрать сумму для того, чтобы оказать ему эту помощь. Ярмарку разделили на две части. Больше интерес, конечно, вызвало крыло, в котором разместились выпечка и домашние сладости. Все это ученики готовили сами. Не без помощи мам, конечно. У меня есть печеньки, ежики с семечками и снеговики. Очень нравится. Уже даже люди подходили по два раза брать. Здесь находятся печенья, которые я испекал со своей мамой. Здесь нам друг дал для продажи. И у него мама пекла розочки. Здесь находятся булочки, крендельки. Даниил поделился секретом приготовления пирожного картошка. Смесь детская, малыш, молоко, масло, какао и все. Очень вкусно. Сверху можно посыпать какао, либо остатки там вот печенья. Хорошая школа – это место, где получают не только знания. Здесь идет серьезный и воспитательный процесс. И это не просто громкая фраза. Как привить ребятам умение сострадать и привычку делать добро. А вот именно через такие акции, организованные самими школьниками. Был специально создан штаб старшеклассников, совет старшеклассников. В этот штаб входят 20 детей. Дети были подготовлены. Их основной задачей была пропаганда вот этой ярмарки, вот этой акции. Они должны были донести до детей, что за ребенок, какова адресная помощь. За время акции школе удалось собрать две трети необходимых для лечения Арсения Овчинникова средств. Более 40 тысяч рублей. Ну что же, вот так данное мероприятие выглядело напрямую. Я так понимаю, это не единственное, чем вы занимались именно в последнее время. Но я, по крайней мере, очень на это надеюсь. А какие-то еще проекты были, Мария, скажите, пожалуйста. Да, у нас сейчас идет проект, экологический проект по привлечению деток к обучению, что ли, любви к природе нашей. Это не просто слова. Что мы делаем? Мы хотим, чтобы ребенок, это может быть ребенок и детского сада, и школы, сам посадил, и семечко, да, будь то желудь, каштан или какое-то еще, деревце своего. То есть дерево или растения сажают ребята? Да, дерево, дерево, в основном дерево. И наши детки, сначала мы с второклассниками попробовали пилот, да, сейчас хотим ухватить все-таки деток разных школ, детских садов. Нас поддержал наш председатель, наша общественная палата с этим проектом. Детки собирают желуди, каштаны какие-то еще, кто-то кедровые шишки находит. А сами посадки не закупаете отдельно там как-то? Нет, сами собирают. Вот это интересно, что ребенок нашел желудь, дальше его принес домой, дальше его влажную среду его поместил, да, в холодильник в свой положил, дальше этот желудь еще начинает прорастать. У кого-то из наших деток уже желуди пустили корешки, то есть прошло две недели буквально, вот они полежали, дальше вот этот корешок, желудь с корешком сажают в стаканчик с землей, и потихонечку растет дерево. Получается, вы можете, в принципе, акцию назвать «Пригласи желудь в семью», да, я так понимаю? Получается, ребенок сам занимается полностью и так далее. Да, детки с удовольствием это все делают. Для меня было, конечно, очень приятно, что и мамы с удовольствием включились, и детки сами, то есть они сами проверяют, смотрят, поливают. И весной мы хотим произвести посадку в каких-то местах, где действительно требуется в нашем районе, да, желательно поближе к школе, но где будет место, естественно, чтобы ребенок мог сам потом ухаживать за своим деревом, показать, что это он вырастил, к концу школы это уже будет деревце такое, может быть, даже выше ребенка, да, соответственно, чтобы для ребенка это была ценность, чтобы он любил это. Мария Евгеньевна, а есть ли вариант, при котором вы, скажем, как-то договоритесь с руководством школ, условно говоря, там, детских садиков, чтобы ребятки не где-то рядом со школой, а, возможно, даже на территории школы это посадили? Ведь если это действительно долгоживучие растения, дерево, ну, вы представьте, вот ребенок посадит это сам, оно все вырастет, а то, возможно, его уже дети в ту же школу пойдут, и будет видно, что вот, да, вот ваш отец там, ваша мама посадила. Есть ли такой вариант? Конечно, есть. Единственное, что, наверное, на всех деток площади не хватит, да, представить дубовую рощу или каштановую. Естественно, чем ближе это будет к школе, конечно, это будет лучше. Это очень большой воспитательный момент, такой, момент такой любви к тому краю, где ты живешь, к тому месту, да, к школе, к нашему району, привязанность, да, потому что вы тоже сделали такое приемство. Да, включиться в это, да, кто хочет. У нас пожилые люди откликнулись. Мария Гинна, извините, а сразу, а есть ли вариант как-то с вами, ну, связаться напрямую вот нашим телезрителям или, возможно, на каком-то интернет-портале обнаружить информацию? Да, естественно, можно обратиться к нам в нашу комиссию здравоохранения, да. И сам проект будет, наверное, на общественной палате, да, с вами. То есть вы сейчас находитесь, я так понимаю, еще в стадии нереализации разработки этого проекта. Ну, у нас пилот уже пошел, да, поэтому видим, что это заинтересовало, что люди включились в это. Естественно, мы хотим охватить больше деток, потому что действительно люди хотят. Раз хотят, надо привлекать, предлагать, да, чтобы участвовали, чтобы включались. Я вас понял. Расскажите, понятно, это, вероятно, инициатива непосредственно вашей комиссии, а по обращениям жителей? Раньше, я помню, вы очень много работали, что-то изменилось или все еще именно по обращениям также работа идет? Да, безусловно, обращение жителей – это очень важный аспект, и я считаю, это очень правильный момент. Почему? Потому что, ну, что такое общественная палата или кто такой общественник? Это, конечно, человек, который способен принять информацию, да, допустим, обратился к тебе человек, и уже помочь ему реализовать ее где-то. То есть обратиться в какой-то орган, довести до конца. Может, иногда где-то дать информацию, которой нет у людей. Потому что, честно говоря, бывают такие обращения, где мы можем в течение 50 минут снять вопрос вообще просто по телефону. Ну, что, если это какая-то конституционная поддержка? Да, да. А потом, вы знаете, наши коллеги, которые в здравоохранении, в образовании, да, в нашем, они все сразу идут, и мы достаточно хорошо работаем. Мне бы хотелось затронуться, что сейчас есть снижение обращений в комиссию по здравоохранению. Вот сейчас, потому что было очень много. Ну, может быть, это связано с осенью, со сбором урожая, сезона, наверное. Есть такое снижение. И мне бы еще хотелось сказать, мы много говорим о детях, и, безусловно, много делаем для детей, так, дети-инвалиды, просто детки. Но мне сейчас хотелось бы рассказать о людях пожилого возраста и о взрослых инвалидах. И люди иногда эти очень незащищенные. Бывают, у нас были моменты, когда были не очень легкие истории в Яденцовском районе, но, слава Богу, нам всем вместе удавалось это решить. И вот как из примера, я же говорю, что мы, безусловно, взаимодействуем со всеми нашими структурами, мы также работаем с Байрамовой Натальей Юрьевной, уполномоченной по правам человека в Яденцовском районе и городе Саникорда. Да, да. Человек очень неравнодушный, который откликается, переживает все через свое сердце. И тоже у нас вот такой пример, прям конкретный. Дегтярев Владимир Михайлович, это инвалид, да, инвалид. И там была огромная проблема с протезом. То есть протез был предоставлен, но нога стала там немножко худее, и вот протез неправильный. Была трудность в том, что его надо заменить, невозможно. Мы, значит, включилась Наталья Юрьевна, потом подключилась наша общественная палата, комиссия. И мы, в общем-то, с фондом социального страхования, который тоже нормально поработал. Ну, получилось, да, разрешите? Получилось, да. Во-первых, получилось разрешить. Во-вторых, получилось потом и костыли, и слава Богу, Владимиру Михайловичу, ну, там такая боевая Светлана Владимировна, его супруга и боевая подруга. И вообще они такие очень люди. Поэтому все получилось, и есть костыли, и он теперь, слава Богу, ходит. И мы считаем, что это очень хорошо. И мне бы хотелось сказать, обращайтесь, пожалуйста, если есть какие-то моменты, вот касаемые люди пенсионного возраста, люди, которым тяжело сейчас, мы будем находить адресные, да, какие-то истории. Пожилые, одинокие. Да, мы будем находить. У нас есть возможность, к кому обратиться и как-то помочь. Ну что, Светлана Юрьевна, Мария Евгеньевна, благодарю, что к нам сегодня приезжали. Довольно интересная беседа выдалась. Особенно, честно говоря, лично меня порадовала обилие проектов. Действительно, одно дело, когда, знаете, вы уже постфактум работаете, вам позвонили, сказали, что вот здесь беда, да, помогите. И вы уже постфактум работаете. А другое дело, когда так, ну, упреждение. Вот, например, экологическая акция действительно интересная. Спасибо огромное, что приезжали. Надеюсь, когда в следующий раз уже увидимся, будут и результаты этих акций, и новые идеи. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили с комиссией, которая занимается вопросами здравоохранения. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели или напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского муниципального района на их официальном сайте. Там можно воспользоваться формой обратной связи или же написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.